Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, недавно наткнулся на очень интересную историю. Блин, меня вот честно такие истории очень сильно вдохновляют, очень сильно мотивируют. Американский миллиардер собрался полететь в космос, причем это будет первый гражданский полет на космическом корабле Илона Маска. Короче, история вообще, друзья, крутейшая. Сейчас обо всем вам расскажу. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья. Погнали! Ну, для начала, наверное, надо познакомиться с героем. Я вообще не знал раньше про этого парня. Зовут его Джаред Айзекман, либо Джаред Исаакман, как еще его иногда пишут в русской транскрипции. Он молодой парень, ему 37 лет всего, и его жизнь — это пример американской мечты. Да, ее можно критиковать, эту американскую мечту, но, блин, друзья, это очень красиво. И если он слетает и вернется, ну, наверняка вернется, я ему этого очень сильно желаю, блин, ну, это вообще будет голливудская история. Мне кажется, потом эту историю можно будет смело экранизировать. Давайте посмотрим. Я нашел на сайте Forbes информацию про этого парня. Свой первый бизнес американец Джаред Айзекман начал аж в 15 лет. В 16 он бросил школу, друзья, затем обучал пилотов американских ВВС и установил рекорд скорости кругосветного перелета на реактивном самолете. В 37 Джаред разместил на бирже акции своей фирмы, конкурента технологической компании Джека Дорси-Скуайер и стал миллиардером. Секретом успеха предприниматель считает полеты на собственном истребителе МиГ и покорение вершин в Антарктике. Ну и вот прикольная мысль. Он говорит, что у каждого из нас есть ограниченное количество летных часов. Ну, то есть, если рассматривать нашу жизнь как некую дистанцию, то действительно, как у пилота, мы, по сути, наше время не бесконечно, друзья. Так вот, Джаред говорит, что у каждого свое количество летных часов. Времени не слишком много, поэтому все сводится к тому, чтобы извлечь из него максимальную пользу, пока возможно. Ну, закон Парета, друзья, в действии. То есть, надо заниматься тем, что нравится, надо получать удовольствие от того, что нравится, и надо работать максимально эффективно. То есть, чем бы мы ни занимались, надо, чтобы у нас была высочайшая концентрация. Ну, то есть, жить надо качественно, быстро, дерзко, ярко, и в этом случае нас может ждать успех. Старший брат бизнесмена Майкл добавляет, он свято верит в то, что у всех нас есть ограниченный запас выносливости, и в течение жизни нужно успеть сделать лучшее, на что, друзья, мы способны. Ну, понятно, у каждого потолок различный, не всем суждено стать миллиардером, но при этом, собственно, лежать на диване и оправдываться тем, что, блин, ну, у меня же нет там папы миллионера, чтобы я чего-то добился. Нет, друзья, встал с диванчика, дал себе пендаль и начал шустрить, идти к светлому будущему. Ну, вот подобные истории мне лично очень нравятся, они показывают, что, в принципе, каждый может достичь своего потолка, просто предлагая максимум усилий, друзья. Да, потолок у всех будет разный, но, опять же, если ты будешь просто сидеть на месте и не развиваться, то ты даже к этому потолку не приблизишься. Так вот, смотрите, какая интересная биография у Айзек Мана. Первый свой бизнес он запустил в 15 лет, через год бросил школу и стал продавать прямо из подвала дома своих родителей терминалы для считывания кредитных карт. Прикиньте, друзья, я вспоминаю себя в 15 лет. Блин, да я всякой фигней занимался, честно вам скажу. Когда предпринимателю исполнилось 28, он создал компанию Draken International, ставшую впоследствии оператором крупнейшего в мире частного военно-воздушного флота. 8 лет спустя Айзек Ман продал Draken International инвестиционной группе Blackstone за девятизначную сумму. В июне 20-го вывел на фондовый рынок другую свою компанию. То есть вот, блин, друзья, менее чем год назад парень стал миллиардером. Платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4Payments и благодаря этому стал миллиардером. В то время как платежный сервис Squire, запущенный куда более известным миллиардером и основателем Twitter Джеком Дорси, преимущественно работает с небольшими локальными кофейнями. Проект Айзек Мана обрабатывает платежи на сумму свыше 200 миллиардов долларов в год для третьей американских ресторанов и отелей. Среди которых такие гиганты, как Hilton, Four Seasons, KFC и Arbis. Все они полагаются на инфраструктуру оператора при проведении комплексных транзакций в десятках своих заведений. Даже несмотря на то, что из-за пандемии рестораны оказались не в лучшем положении, Айзек Ман по-прежнему полностью уверен в своем бизнесе. Людям же все еще нужно что-то есть, ведь так рассуждает он. Ну и я так понял, чувак живет очень активной жизнью, блин, путешествует, гоняет на самолетах. Ведет активный образ жизни. Ну вообще красава. Вот история просто self-made такой, знаете, человек сам себя слепил и сам всего достиг, добился. Меня такие истории просто, друзья, вот меня аж прям трясет, вот когда я все это читаю. Ну в хорошем смысле слова это ни в коем случае не зависть. Ну блин, классно, молодец парень и я когда это все читаю, охота соответствует, друзья. Ну и на сегодня состояние Айзек Мана достигает 1,4 миллиарда долларов. Почти все оно находится в доле Shift for Payments, которая составляет 38%. Стоимость остальных его активов оценивается в 100 миллионов. В их число входит небольшая доля в Draken International, отстребитель MiG и 9 других самолетов из его коллекции. Ну и вот тут Forbes рассказывает о том, как чувак проводит время. Гоняет на своем Миге, Новый год встретил в Антарктике, взбираясь на массив Винсон. А вы, друзья, как встретили, ну-ка парируйте гору снега и льда высотой 5000 метров в 1300 километрах от Южного полюса. Из-за обезвоживания бизнесмену пришлось развернуться назад всего в 150 метров от пика, но он поклялся повторить восхождение. Ну вообще, друзья, статья про него довольно объемная, там прям про его детство рассказывается. Все, не будем с вами разбирать, я так по диагонали прочитал. Ну понятно, что, наверное, старт у него был не с самого нуля, как минимум у него был перед глазами очень положительный пример. Дело в том, что он младший ребенок в семье, и у него были старшие братья и сестры, которые уже к тому моменту, когда он был подростком, они там добились некоторых успехов. Возможно, естественно, это была какая-то финансовая помощь, нельзя исключать. Но главным образом, мне кажется, это моральный пример, когда человек видит, скажем, успешных родственников, ну ему проще просто начать свой бизнес, свой стартап. Я даже сужу по себе, вот я, скажем, предпринимательством не занимался по-взрослому никогда. Возможно, это связано с тем, что у меня именно в семье не было таких примеров. У меня, в общем-то, родители всю жизнь работали на дядю, и поэтому вот эта предпринимательская жилка, она у меня в том числе из-за этого, наверное, не сформировалась. А если перед глазами есть, ну, примеры успешного бизнеса у родителей, либо у старших братьев, либо у других близких родственников, и когда ты варишься в этой среде, ну, как минимум, какое-то купи-продай, ты вполне можешь потом сам организовать. Ну и вот, друзья, этот удивительный парень собирается в космос, давайте посмотрим на эту новость. Вот, друзья, РБК пишет, миллиардер из США заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос. На ракете Falcon 9 полетят всего 4 человека, и один из них, собственно, Джаред. Он уже полностью оплатил стоимость полета. Associated Press пишет, что бизнесмен намерен самостоятельно управлять космическим кораблем, друзья, прикиньте. То есть он не просто будет, там, туристом, который сядет и в уголочке посидит, посмотрит в иллюминатор. Он сам полетит, друзья. Компания SpaceX, которая основала один из богатейших людей планеты Илон Маск, к концу года может запустить ракету Falcon 9. Экипаж, который будет полностью состоять из гражданских лиц, об этом сообщает пресс-служба компании. Итак, в SpaceX сообщили, что экипаж пройдет углубленное обучение. Я столкнулся. Летят они вчетвером. Так вот, бизнесмен планирует взять с собой на борт еще трех человек из повседневных слоев общества. По данным агентства, для миссии уже отобрали одного человека. Ее стала женщина-медик из детской больницы Сент-Джут, расположенной в Мемфисе, которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе лейкемии и других видов рака. Третье место в ракете будет определено по итогам случайного розыгрыша в феврале, а четвертое получит владельца одной из компаний, которая пользуется услугами Shift for Payments. Короче, друзья, это по факту еще и благотворительная тема. Айзекман заявил, что с помощью этого полета намерен собрать более 200 миллионов, которые будут переданы в Сент-Джу. Для этого, как сообщает агентство, предприниматель купил рекламу, которая будет показана во время Супербола. Ну, это, в общем, там, крутая американская игра, суперматч, реклама в которой стоит бешеного бабла. Короче, парень еще и хочет на благотворительность собрать денег от своего полета. Ну, просто, друзья, у меня нет других слов, кроме как просто аплодисменты. Уж не знаю, как будет определяться человек, который полетит туда случайно. Может быть, какой-то даже будет конкурс, жеребьевка. Может, где-то надо оставлять заявки. Ну, понятно, друзья, в космос надо лететь только с идеальным здоровьем. Кого попало туда, не берут. Но вдруг, мало ли, если надумывали, пишите. Пишите Айзекману, может быть, он и вас с собой возьмет. Все, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Вообще, буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Но иногда, как вы видите, болтаю на самые разнообразные темы. Хорошего дня, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok